Профессиональный праздник мастеров сцены в Севастополе обещает стать грандиозным событием для всех ценителей важнейшего из искусств. 27 марта впервые в городе на сцене Севастопольского академического русского драматического театра имени Анатолия Васильевича Луначарского состоится совместный спектакль-концерт «Ломаем комедию». В проекте также примут участие драматический театр имени Бориса Андреевича Лавренева и Севастопольский театр юного зрителя. Помимо спектакля зрители ожидают необычный ночной марафон. Все театральные коллективы города, независимо от их статуса, профессиональные, народные, любительские и так далее, они соберутся возле театра и будут показывать свое мастерство с 11 до 17 часов, а потом будет духовой оркестр возле театра, а потом будут наши спектакли, и все это закончится далеко за полночь. Мы непременно будем экскурсию проводить по нашему театру, уже совместно все три театра. Мы покажем наш театр, а потом пойдем к Юрию Маковскому, потом к Оршанской сходим. В общем, ночь в театр, к Вадиму Альберчу зайдем. В новом сезоне «Луначарцы» порадуют публику рекордным количеством премьер. Около 10 новых спектаклей ожидает севастопольских театралов. Это и русская классика, и мюзиклы, и детские спектакли. В апреле состоится премьера постановки «Дядюшкин сон», в июне – Анна Каренина, а осенью – семейный спектакль «Мэри Поппинс». Театру предстоят масштабные гастроли. Гастроли у нас, можно даже сказать, по Золотому кольцу России. Брянский фестиваль, славянские творческие встречи, тоже то да сё. Затем Ярославль, Владимир, Белгород – доходное место. Тоже это три больших фестиваля. Уедем в Сочи. И едем, да, в Воронеж и в Сочи. Театр имени Лавренёва тоже анонсировал каскад премьер в новом сезоне. Русская классика и зарубежные авторы. В начале апреля состоится премьера водевиля «Дама и гусары», а в мае – пластический спектакль «Кармен» сеферопольского режиссёра Рената Пекташева. В планах труппы есть и изюминка. В ноябре севастопольскому зрителю покажут постановку опального киевского режиссёра театра русской драмы имени Леси Украинки, имя которого пока держится в тайне. Спектакль расскажет о судьбе великой княгини Елизаветы Фёдоровны. К сожалению, по каким-то политическим, не театральным соображениям, далёким от театра, этот спектакль был там закрыт. И нам было предложено поучаствовать в этом проекте уже здесь, на Севастопольской земле. Мы вот освобождены от, наверное, какого-то такого оголтелого политиканства. Мы существуем в поле театра прежде всего, и это очень ценно. Мы открыли в прошлом году, в феврале месяце, вот уже год, как существует малая сцена. На нём пока у нас небогатый репертуар, но тем не менее сейчас в этом сезоне мы разродимся рядом премьер и тоже, в общем-то, выйдем на определённое рекордное число для нашего театра. В новом сезоне и юные театралы не останутся без свежих постановок. Севастопольский ТЮЗ готовит для них премьеру детского спектакля «Чемоданное настроение». Для публики постарше – постановки «Недроссель» и «Последний срок». Театр, который поднимает те вопросы, которые волнуют душу каждого человека, проникают в его сознание, в его поступки, в его жизни. Он пронизывает всем своим творчеством, поэтому он настолько связан с каждым зрителем, с каждым человеком, со всем обществом, поэтому его значение никогда не будет уменьшаться. Мэтры сцены поделились. Ко дню города 10 июня театры готовят ещё одну совместную постановку. К подбору материала они пока не приступили, но уже известно, что будут читаться произведения великих классиков. Также в совместном спектакле планируется задействовать симфонический оркестр. Светлана Щербакова, Анатолий Паньков, Севинформбюро.